На российском телеканале имени товарища Иосифа Геббельса уже который день подряд рассказывает о том, что на Токмакском направлении им удалось подбить танк «Леопард» с немецким экипажем. И в общем такая подача не кажется чем-то необычным. То, чем Геббельс ТВ кормит свое стадо, было и погуще, и позабористей, но мы уже давно не такое не обращаем внимания, и большинство наших партнеров по антипутинской коалиции тоже. Но немцев это зацепило. Представитель Бундесфера уже выступил с официальным заявлением, в котором однозначно указал на то, что в боевых действиях на украинско-российском фронте немецких экипажей нет и быть не может. Но эта ситуация оказалась интересной и местами забавной настолько, что и смысл обратить на нее внимание. Руспропаганда не блещет новизной и время от времени рассказывает басни о том, что целые подразделения иностранных армий воюют на линии фронта. Одно время эта тема была настолько популярной, что самые упоротые пропагандисты уже рассказывали о том, что украинцы уже не воюют, поскольку их мертвые за источники, тихо лежащие в серой зоне, радируют им о том, что слышат чисто польскую, американскую и литовско-бандеровскую речь, а вот украинской вообще не слышат. Но потом эта тема стала не такой выпуклой, а скорее впуклой, поскольку интернет есть у всех, и там имеется куча видео того, как оно все выглядит на самом деле. Тем более значительная часть их блогеров под такое решительно не подписывается. И их можно понять, ведь настолько дешевые и каструбатые фейки, безусловно, и громко проваливаются. Хуже того, легенда о немецком экипажу уже работает в обратную сторону. С одной стороны, часть публики пытается уточнить, каким это образом им удалось установить, что экипаж был именно немецким. Подобные заявления можно делать только тогда, когда в руки попали какие-то вещдоки, а тут все было по внутреннему убеждению. Но подача вполне прозрачная, поскольку немцы на немецких танках, воюющие против русских, это старый мем, который пропаганда пытается разыграть еще раз. Это должно вызвать ненависть ко всему этому, к танкам, их экипажам и всему вместе. Не зря же министр коневодства Лавров прямо посреди ООН обозвал Запад империей лжи. Понятно, что ему бы хотелось назвать его империей зла, но это выражение занято и навечно прилеплено к совку, чьим правонаследником является путинский гадюшник. Но тут есть нюансы. Если уж Запад зло, то надо быть последовательным и вызволять оттуда собственных граждан. Сам Лавров, будучи в ООН, ну просто обязан был спасти свою единородную черь, напрасно проживающую в Нью-Йорке уже несколько десятков лет подряд. Ведь, по его словам, она живет прямо в самом сердце империи лжи. А разве может подобное допустить порядочный и зажиточный папаша? Но ничего о том, что Лавров эвакуировал из США свою дочку и, наверное, внуков, так и не поступало. И тут возникает дилемма такого плана, что либо это не империя лжи, либо что-то одно из двух. Ну или, например, они как-то не хотят разбить свои Парше об стену, а ведь именно Парше выпускал большую часть танков для Вермахта. Можно было бы еще и Майбахи разбить, поскольку танки Пантера – это их производство, но и заодно можно БМВ тоже разбить, поскольку авиатехника летала на их двигателях. Кто там у нас остался? Ауди, на котором ездил, кстати, фюрер? Или Volkswagen, на котором ездили более низкие чины? Последовательными надо быть, а не вот это вот все. Кстати, следует ожидать, что дозы пропагандистских инъекций в мозг, или что там у них вместо мозга, должны повышаться, поскольку так устроена пропаганда. Если сначала рассказывали о том, что это возмутительно, когда немецкие танки снова топчут землю своими грязными ногами и стреляют в миролюбивых братушек россиян, которые пришли просто убить украинцев в их собственном доме, то потом пришлось добавлять и немецкие экипажи, иначе стада уже не зацепишь. Ну а дальше можно ожидать, что вместе с экипажами и танки «Тигр» появятся в их обороте. Не важно, что новых танков с таким названием нет, но для пафоса важно, чтобы немецкий экипаж разъезжал именно в немецких «Тиграх». Глядишь, можно еще упоротых наскрести и новых 28 «Панфиловцев» на них кидать. И опять же, во времена вымышленных «Панфиловцев» еще никаких «Тигров» на поле боя не было. Ну кому это интересно? Ну а дальше придется рассказывать о том, что они в Украине уже воюют не только с НАТО, но и с галактическим злом, которым заправляет коварный и некрасивый Чубака. А почему нет, собственно? В общем, там еще есть куда расти, но в таком росте есть и обратная сторона, которая не видна стаду, но заметна постороннему наблюдателю. На самом деле, вражеская пропаганда дала петуха и даже сама того не заметила. Когда вокалист дает фальшивую ноту, это называется «дать петуха», что и произошло с их пропагандой. Чтобы уловить момент, где это произошло, следует сделать краткий экскурс в начало лета и посмотреть на развитие событий с академической точки зрения. Как мы помним, самое начало наступления не сдалось потому, что только начав его, можно было до конца понять идеологию и характер оборонительных рубежей противника. И, как известно, самой большой проблемой стала плотность минирования, которую применил оккупант. Насколько можно понять, наступательные действия планировались из стандартных представлений о плотности минных полей, которые стороны разных войн применяли на протяжении последних десятилетий. Этот параметр важен для всей формулы наступательной операции. От него зависят потери и темпы продвижения. Но практически сразу стало понятно, что плотность минирования превышена в разы от уровня самых пессимистических предположений. Таким образом, стал понятен общий замысел противника, который предполагал, что ВСУ все равно пойдут вперед, неся катастрофические потери. А как только наступление выдохнется, противник планировал перейти в контрнаступление. И дальше все по классике. Но ВСУ остановились и похоже на то, что тут же запустили план Б, который готовился заранее и без того опыта, который был у наших партнеров. Скажем так, суть этого плана перевернула все с ног на голову и предполагала действия прямо противоположные каноническим. Как минимум, так никогда не действовали наши партнеры и, скорее всего, противник тоже такого не ожидал. Наверное, многие помнят о том, что якобы между нашими и американскими военными возникли разногласия по поводу того, как действовать дальше. И там было о чем поспорить. Ведь по классике. Броня рвет фронт, а за ней идет кавалерия, а наш генштаб выдвинул план прямо противоположный. Фронт рвет штурмовая пехота, а вслед за ней идет уже тяжелая техника. На первый взгляд это выглядит как полная дичь. Но только сейчас становится понятным то, что выглядело очень странно в начале наступления. Дело в том, что описанный выше вариант является собой сухую схему действий, но без учета критически важного наполнения. Все дело в том, что план был построен на том, что штурмовая пехота таки сможет порвать эшелонированную, хорошо укрепленную оборону противника. Просто планом предполагалось, что когда штурмовики пойдут вперед, то той обороны, которую построил противник, уже не будет. Но главное даже не это. Оборонительная система, или то, что назвали линии Суровикина, считалась непроходимой не только и не столько, потому что перед ней находится зона перенасыщенного минирования. В данном случае это не фатальная проблема, и это всем известно. Можно использовать средства дистанционного разминирования и создать узкие проходы в минных полях так, чтобы в них ввести войска, в том числе и бронетехнику. Но оккупант был готов к такому раскладу, и видимо именно под это и затачивалась такая система инженерных заграждений. Просто представим, что ВСУ задействовали систему дистанционного разминирования, которую все видели в действии, когда вперед выстреливается и разматывается шланг со взрывчаткой, после чего он подрывается, и боеприпасы, лежащие рядом, детонируют от этого взрыва. Но что дальше? А дальше в этот проход идет техника, которая не может маневрировать и должна идти по той прямой, которая была обеспечена установкой разминирования. Пока она идет по этому проходу, она может менять скорость, но не направление движения, и становится идеальной целью для артиллерии. А подбитая в этом проходе броня останавливает все движение, поскольку пара метров влево или вправо, чтобы ее обойти, закончится подрывом на мине, и будет горящий паровозик. Наверное, именно по этой причине и осуществлялось минирование с плотностью, которая никогда в мире не применялась. Отсюда следует, что для продвижения вперед надо было не только и не столько разобрать вражеские фортификации, как вынести его артиллерию. Именно на это делалась основная ставка. Но поскольку такого никто и никогда не делал, успех этой тактики оставался под вопросом, поскольку не был канонизирован военными теоретиками. Проще говоря, план строился против всех теорий ведения современных боевых действий. И вот ВСУ начали действовать не на продвижение вперед, а на ликвидацию доминирования вражеской артиллерии в полосе наступления. Нет сомнений в том, что начав такой вид боевых действий, наши военные педантично высчитывали темп стрельбы вражеской артиллерии на конкретном участке фронта. И скорее всего, начало движения вперед было обусловлено как раз снижением этого темпа до приемлемого уровня. Или до уровня, когда противник не сможет обеспечить ту плотность огня, которая может помешать нашим штурмовикам двигаться вперед. Но внешне это выглядело как остановка наступления вообще. Вражеская пресса и паблики просто визжали от счастья и уже разбрасывались выражениями типа «наступление ВСУ захлебнулось». И с учетом того, что американские военные относились к плану крайне скептически, то и западная пресса подхватила эту волну. На самом деле, к нам подоспели ракеты «Штормшедоу» и «Скальп», которыми начали вырезаться логистические активы оккупанта в более глубоком тылу, чем он их держал, опасаясь ударов «Хаймарс». Причем речь шла не столько о складах боеприпасов, но и всей той инфраструктуре, которая задействована в логистике, дороге, мосты, стоянке грузовиков, нефтебазы и все, что работало на артиллерию противника. И действительно, плотность работы вражеской артиллерии стала падать, и в какой-то момент она стала захлебываться, и в этот момент началась вторая фаза операции. А именно, вырезание стволов и пусковых установок, или как-то еще называют, началась жесткая контрбатарейная борьба, где наши стали выигрывать за счет скорострельности и точности, а враг уже не мог это компенсировать плотностью огня. Постепенно артиллерия оккупантов стала проседать, а наши артиллеристы, ракетчики и дроноводы просто устроили охоту за российскими стволами. В сводках пошли рекордные показатели суточных потерь вражеской артиллерии, а это дало и побочный эффект. То, что еще не уничтожено, получило двойную или даже тройную нагрузку, но чтобы хоть как-то поддерживать плотность огня, а это самым негативным образом подействовало на состоянии стволов артиллерийских установок. В итоге на базах хранения у противника еще есть САУ или что-то подобное, но практически все это уже стоит без пушек, их уже каннибализировали. И вот когда оккупанты не смогли обеспечить уровень работы артиллерии перед своими линиями укреплений, вперед погнали штурмовиков. Им противотанковые минные поля не помеха, и потому у них есть возможность двигаться в высоком темпе, а тем временем наши кассетки просто перепахивают окопы противника. И вот так началось это движение. Продвинулись, зачистили, а следом идут саперы, которые уже тихо делают проходы для бронетехники. Они могут более или менее спокойно работать, поскольку пехота ушла вперед, а артиллерия кроет врага. И вот теперь становится понятно, что командование ВСУ здраво рассудило, что основная роль брони и в первую очередь танков должна проявиться за минными полями, где они смогут маневрировать и поражать противника, уже используя все свое преимущество. А сжечь все машины на минных полях было бы не просто глупо, но что самое главное, это было бы ровно то, что от нас ожидал противник. И теперь возвращаемся к петуху, которого пустила вражеская пропаганда. Дело в том, что броня не шла вперед и ждала своего часа, когда будет сделано все то, что здесь описано. Если броня уже рубится в непосредственной близости от противника и да, бывает подбитой, то это значит, что время использования брони уже пришло. Таким образом, уже осуществлен достаточно широкий прорыв основного оборонительного пояса, чтобы броня уже шла вперед. Или еще проще, линия Суровикина уже взломана. И в этом расписалась сама вражеская пропаганда. Об этом же пишет сейчас и западная пресса. Причем это пишут эти издания, которые пару месяцев назад писали в стиле окончательного приговора о том, что наступление ВСУ на юге Украины провалилось. Теперь же там пишут, что ВСУ делают что-то невероятное и что все, кто так или иначе связан с военной тематикой, следят за этим, затаив дыхание. В общем, так это выглядит сегодня. И такие выводы мы делаем исключительно на основании открытых данных, причем с вражеской стороны, в том числе. А раз так, то нас ожидают громкие события, но мы ждем еще одного важного хода, о котором ходят некоторые слухи. Но пока эта карта еще не пошла в игру. Субтитры создавал DimaTorzok